Мендит Кюнтайр Мют. Уважаемые земляки, дорогие листинцы, все циклично, поэтому иногда полезно вспомнить историю. После войны, после возвращения калмыков из ссылки, республика была в тяжелейшем положении. Но это не смутило нашего лидера Басана Бадминовича Городовикова, который сумел всех сплотить, поставил сложные задачи. А в решении этих задач он опирался не только на земляков, но и активно привлекал лучших специалистов со всех концов Советского Союза. Людей, которые в итоге многое смогли сделать для калмыкии. Например, Никитин, Зборовский, Ларгин. Эти люди не являлись уроженцами калмыкии, но именно под их руководством строилась наша республика. Строились дома, дороги, больницы, школы. Все то, без чего жизнь здесь была бы очень сложной. Те же электрические сети в нашем регионе создавались под руководством прокуророва. Не было бы аэропорта без инициативы Келлина. Республиканское автоуправление создавалось усилиями Белоусова. Нефтяная и газовая отрасль развивал Лосев. И Листой руководил Анохин. При нем поднимались все эти микрорайоны. В целом создавалась столица Калмыкия. И, конечно, это далеко не полный список. Как рассказывают нам наши старшие, были еще поезда, которые привозили на станцию Дивная строителей, механизаторов, инженеров, учителей, врачей. Людей, которые сюда ехали работать. И ехали сюда работать на благо Калмыкии. И всем нам известно, что это был период в нашей республике, когда здесь появлялись предприятия, создавались новые рабочие места. А этих людей в последствии называли городовиковским призывом. Сейчас их внуки и правнуки живут в нашей республике. Почему я это говорю? Все мы прекрасно знаем и понимаем, в каком состоянии сейчас находится наша любимая столица, наша Листа. Когда я начал руководить республикой, особенно много жалоб поступало от предпринимателей города Листы. Ведь за каждую подпись чиновника выставлялся ценник. В первые же дни я столкнулся с тем, что нам приходилось бороться со срывами сроков строительства ключевых объектов. Также нецелевым расходованием государственных средств. Коррупция и криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития и Листы, и Республики. Кстати, Листа, как вы знаете, развивается хаотично. Тот генеральный план, который есть, по большому счету, это фикция. Его никто не придерживается. Вся инженерная инфраструктура жилищного хозяйства полностью изношена. Городской бюджет страдает от хронического дефицита средств. Счета многих городских организаций заблокированы, что усложняет их деятельность. И я убежден, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений. Несколько лет назад я познакомился с Дмитрием Трапезниковым. Мы вместе работали, вместе выполняли государственные задачи. Дмитрий, на мой взгляд, имеет большой профессиональный опыт. Он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства. Если вы не знаете, он имеет колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я лично видел, какие там были разрушения и каких значительных результатов он сумел добиться всего лишь за несколько лет. И, по-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера сложно придумать. И, что очень важно, хочу, чтобы вы это знали и понимали, приглашение Дмитрия Трапезникова – это лично мое решение. Сначала я его пригласил приехать в Элисту в качестве эксперта. Предложил провести анализ, составить заключение о ситуации в городе с точки зрения хозяйства. За два месяца Дмитрий Викторович подготовил концепцию развития листы, которую мы с ним показали в высоких кабинетах. Она понравилась. Ее отметили как работу высокого уровня. Кроме всего прочего, для меня было важно, чтобы руководитель города был не только профессионалом, но и не был подвержен влиянию ни кланов, ни криминала. И поэтому, в конце концов, я принял решение предложить, рекомендовать городскому совету Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности руководителя администрации города Элисты. Сейчас Дмитрий Викторович готовит комплексный план развития, который вы скоро увидите. Я уверен, что он себя проявит и проявит именно на благо и листы на благо всех вас. Естественно, сейчас я не могу не сказать о ситуации с Советом Федерации. Уверен, что вы прекрасно знаете и понимаете, кого я там вижу. Я считаю, что Республика Калмыкия в Совете Федерации должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек готовый работать с полной самоотдачей. Я за это борюсь. Друзья, я ответственно отношусь к своей работе и прошу вас также проявлять эту ответственность. Не выкрикивать лозунги, а вникнуть в ситуацию. Быть объективными, быть справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать и чем они руководствуются. Я очень хочу, чтобы и в нашей столице, и в республике все было благополучно и готов многое для этого сделать. Спасибо. 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 Спасибо.